привет ребят приехал на реку сейчас 6 утра хочу посмотреть как себя ведет рыба если приезжать пораньше рассвет вообще происходит сейчас где-то солнце встает пол пятого можно еще раньше приезжать но я думаю что в воде не так будет все это видно хорошо видимость воде сейчас я думаю что 2-3 метра водичка вроде бы чистая пока до меня тут еще никто не лазил я в этом уверен сейчас мы по-быстрому переодеваемся лезем воду да кстати хочу показать как я готовлю по новому рыбу вам будет интересно поэтому давайте переодеваться и лезем воду я думаю сегодня будет интересно ребята хочу вам сказать одно вот сейчас модель которую я буду использовать арбалет интрудер дроп хочу поделиться с вами общими впечатлениями о его эксплуатации практическом использовании в воде как это будет выглядеть начинающего подводного охотника я конце охоты поделюсь с вами впечатлениями об этом арбалете как он себя ведет в воде как с ним удобно плавать траве удобно или неудобно ну и как он стреляет смотрите концовку все расскажу а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 подплыл я к траве он замер вот так я делаю обычно когда меняю свою охоту то есть поиска активного я перехожу пассивный поиск замираю где-то на край на краю травы и жду пока выйдет на меня рыба так вышло и в этот раз сейчас по дну подходит под меня лещ вот у меня такое чувство что он меня увидел но не успел среагировать получил как говорится гарпуном вот и сторона сразу он хотел от меня уйти красивый выстрел речь пытается уйти я его подтягиваю ну у меня впечатление такое что да классно классно у меня такое впечатление что он меня видел этот лещ но так как он не мог определить что это кто это почему потому что у меня такое впечатление что он следит очень сильно за глазами ребят первое на что он обращает внимание это глаза так как у меня солнце было сзади он обратил внимание видимо только на силуэт мой а глаз не было видно вот и получилось так что он попался сейчас я обратил внимание что берег находится на той стороне ближе чем этот берег и мне будет проще подплыть к нему и снять рыбу сейчас я перестраиваюсь и плыву туда как раз рыба меня в эту сторону будет тянуть ну так скажем не тянуть но меня туда направлять будет точность выстрела арбалета меня очень порадовала так как я всегда предпочитал арбалеты 75 длиной и не меньше почему потому что всегда считал что разгон гарпуна должен быть высокий на дальней дистанции тем более выстрелы происходят ну как бы это ружье все-таки больше уже морское чем речное но на реке как вы видите тоже бывает видимость будь здоров на реке на поэтому приходится иногда использовать ружье и длинные но это ружье 50 серии ребят скажу сразу что забегая вперед я еще об этом не расскажу очень даже очень великолепно да вот прокомментировал то что первый лещ вот лещ конечно зачетный для наших рек и мест которые изрядно уже травят выбивают рыбы все меньше и меньше становится и лещу уже рад тем более я последнее время охочусь преимущество только на лещей так как я люблю этот вид рыбы за его и спортивность и за вкусовые качества мне он нравится по разному можно сделать его приготовить ну вот и приготовился к следующему рывку на следующую рыбу от меня небольшой жерех убежал но я уже не трогал так как определил то что он небольшой тут стайка леща ушла ну и сейчас будут вылетать потихонечку один за одним лещи выплывать вот они парочку вышли досадный промах досадный так бы на одну осадь больше было бы она такая приличная была иногда я ребят досматривался вот как в этом случае засматривался на рыбу и уже по необходимости так как выстрел нужно было производить кого-то сажать на кукан я стреляю уже последнюю рыбу может быть конечно на и последняя было после этих трех может быть кто-нибудь вышел вообще достойны но я решил сделать выстрел уже по-крайнему но он тоже ничего что такой был вот забираю этого парнишу вода конечно очень чистая душевно плавать это получается у меня 2 лещ на кукане быстренько снимаем его и переключаемся уже на другую рыбу ружьишка плавает кстати очень даже замечательно плавает без гарпуна то есть функцию свою на выполняет если у вас рыба уплыла вместе с гарпуном вырвала с ружье из рук один из вариантов найти его как поплавок на поверхности воды пройти по берегу где-то там или просто поплыть поверху руку ядку вы найдете и вот 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 насаживаю ребят рыбу всегда через глаза почему потому что это самое твердое место у рыбы и частенько бывает что через жабры когда прокалывают ребята ну и я так делал раньше она рыба теряется сейчас на меня снова вылетит подлещик так скажем неплохой ну я подумал что за ним должен выплыть кто еще и я не стал его стрелять резкий рывок и он уходит оказалось что там пусто всегда хочется какого-то монстра встретить ребят всегда если первую рыбу стреляешь как обычно сзади уходит побольше другая в этот раз не так сейчас у меня получилось так что рыба очень сильно забилось на поясе нужно было ее успокоить еще какой-нибудь более тяжелый предмет палку какую-нибудь что-нибудь тяжелое до на берег я выйти не могу соскальзывает ил утопает ноги утопают в лу кладу пока ружье и беру что-нибудь более тяжелое это трухлявая палка оказалась опять переда слона то я не заметил более увеситая палка лежит перед глазами да я беру и в первый позвонок от головы удар получается глушит рыбу она отключается и перестает дергаться что обеспечит вам в дальнейшем тихое пребывание в воде другая рыба у вас не услышит все продолжаем путь опять к меня выходит стайка подлещиков я кстати право подлещика не видел это уже камера запечатлела это когда смотрел его то что там был еще кто-то я видел только этого поэтому я его и взял стрелял я его зацепил еле-еле совсем еле-еле вот сейчас видно что веревка чуть-чуть зацепила его низ так скажем под нижний плавник и я даже не знаю что с ним делать пока держу крепко думаю либо поплыть берегу но гарпун очень сильно зацепился за траву не дает мне сдернуться с места мне сейчас приходится принимать решение что делать на месте его спускать насаживать на кукан так дальнейшему получилось перехватываю одной рукой его и пытаюсь насадить на кукан а веревка хорошо зацепилась вот тогда без потери рыбы все нормально обошлось вот видите просто оторвал слегонца потянул и рыба оказалась уже свободная так бы она и ушла от меня вот здесь небольшой клуб из подлещиков их слабо видно они под травой клубятся там пытался к ним поближе подплыть но камер на голове этот шансов не дала так как на ружье если бы она была конечно намного лучше было видно но это все в дальнейшем ну ребят сегодня поохотился конечно я на славу от охотился в общей сложности вначале я залазил наверное там часа полтора и сейчас еще поплавал на на около трех часов где-то камера отключилась где-то я что-то не заснял в общем плавал я вот таким дешевым арбалетом вот скажу как для начинающих подводных охотников вещь конечно ребята незаменимая если охотиться на быстроходную рыбу жире хлещ кто там у нас еще плавает быстро ясь щука стартует в общем на мягкую рыбу вот эта штука просто незаменимая стреляет точно я бы даже сказал 50 сантиметров ружье но стреляет до трех метров просто ну просто колоссально куда целишься туда попадает на вот под весом своего гарпуна летит здорово вот всем советую хорошая штука вот в частности сегодня был арбалет салвимар intruder drop 50 серии вот кстати некоторые подводные охотники спрашивают как наматывать на такие ружья линь я сейчас попозже покажу этот момент не каждый понимает вот пробивает он четко вот рыбу ну если видимость у вас хорошая вообще великолепно то есть она обходит вот стороной как раз боком становится ну прям наводишь на нее вообще в лед и стреляет короче без вариантов и вот сегодняшняя подводная охота была вот такая вот сейчас еще к реке пойду буду чистить не знаю даже килограмм но тут килограмм 7 наверно на вот 5 5 7 килограмм не могу точно взвесить не знаю вот в общем на одной тяге ребят тяга 1 работает великолепно единственное что добавить хочу ребят при выборе арбалета ориентируйтесь на две вещи но это вот один из дешевых арбалетов у него нету скользящей планки по которой гарпун скользит более точно летит потому что когда тяги натянуты срабатывает выстрел курок сбрасываете вот то есть он может играть гарпун при выборе в основном смотрите чтобы механизм конечно был железный на вот но если денег не позволяет можно и пластмассовый но пластмассовый не такой долговечный ребят сайт понимаете вот в общем у салвимара intruder дроп бывает он двух видов некоторые подводные охотники смотрите когда заказываете через интернет магазин вот спрашивайте дополнительно если у него ли не сброс потому что если нет ли не сброса довольно таки сложно намотать ли почему потому что вот такая скоба будет как прищепка вот эта прищепка она служит для как раз таки ли не сброса под нее не очень удобно заправлять старайтесь чтобы было ли не сброс железный потому что он идет двух видов ребят вот потом что хотел добавить насчет наматывания линия когда вы наматываете ли вот у меня не должно быть узлов совсем не должно быть на арбалете на гарпуне именно вот то есть сейчас я вам покажу я вот так сшиваю вот он видите я сшиваю по дедовским способом и стороны в сторону сантиметр два три получается чтобы не было ни в коем случае тут туда тогда в головной части в главной части будет пролетать этот узел то есть не узел а сшивка это вот то есть здорово будет пролетать никаких препятствий у нее не будет все будет происходить мягко и быстренько так раз и улетела вот что еще сказать по этому борту да вообще отличная модель просто начинающим подводным охотником советую если у вас не хватает денег на пневмат или какое-то дорогостоящее ружье великолепная штука всем советую так что сейчас хочу попить чайку попить чайку и надо будет чистить рыбу так вкратце расскажу вкратце расскажу как наматываю ли на голову на голове смотрите вот она прорезь увидите 2 прорези здесь 1 2 на вот с гарпуна с гарпуна идет веревка пропускаете сначала сначала пропускаете ли вниз на линии сброс потом возвращаетесь в первую прорезь пропускаем ли обматываем гарпун кстати этот способ хорош для головы арбалета у которой открытая голова совсем то есть гарпун не будет болтаться вот лучше получает смотрите все и возвращаемся на линии сброс то есть получается вот такая вот намоточка если где за что зацепиться нет никакого не клыка ничего нету у этого арбалета ребят вот так наматывайте будет вам счастье как говорится арбалет слабимара трудер дроп любезно предоставлена магазином нема про добро пожаловать магазин там вам грамотно подберут устаряжение вот ни в чем не откажут так ребята теперь самое основное надо почистить рыбу тоже не столь маловажное занятие потому как домой очень не хочется таскать мусор и тому подобное в общем смотрите чё я делаю как я чищу рыбу кукан опа кукан я обязываю вокруг ноги затыкаю вот кстати жерех 1 который вылетел на меня получается у меня нога как доска кладу и пошел потихонечку от сих до сих чищу ребят всегда в перчатках почему потому что можно травмировать руки на природе это быстрее намного происходит и чище сколько у вас дома уйдет на это времени посмотрите хоп-хоп он уже готов почищенный осталось ему только выпустить уже жабры там бы вы это просто выбросили или спустили в унитаз а здесь идет раки двойная польза их очень хочется чеку кладем снова его на ногу да ребят сегодня будет видюшка еще на вот попозже как я готовлю новый рецепт леща вообще филе рыбное как еще можно вкусно приготовить так что смотрите не отключайтесь будет интересно снова с нами будет дедушка ленин будет помогать нам готовки лещей так что вот такие вот дела следующий вот так получается что мне как барабан с одной стороны рыба переходит на другую сторону уже чищеная погодка себе великолепно поэтому никуда я не тороплюсь настреляла рыбки сейчас еще приготовим очень вкусно рыбу можно успокоить легким способом чем-нибудь тяжелым ударить вот в эту часть ну и в принципе чтобы она не мучилась ударили вот в первую позвонок от головы начинается приблизительно вот так щелк туда вот и сразу рыба отключается она и не мучается вот и быстрее получается тише вы плавать будете нежели когда она будет плескаться у вас на поясе я сегодня так делал подплывал к берегу и трех штук сразу успокаивал можно тут же пополоскать и надо пополоскаться еще самому оба на осы на вкусненькое слетелись лишь бы они меня не съели так раз два и ребят все ребята приехали с реки чая там пить не стал точнее нищим было точнее не было газа оказывается газовый баллон и забыл дома поэтому чайку попить там не удалось пришлось собираться и ехать домой приехал домой и сейчас хочу показать вам свежий рецепт приготовления рыбы на углях вот так как я уже пробовал один раз рецепт понравился очень теперь хочу поделиться с вами этим рецептом вот для этого нам нужно разделим рыбу пополам вырежем у нее позвоночник но обрежем плавнички везде вот сейчас смотрите что из этого выйдет ну появились у нас помощники осы от этого никуда не денешься летом готовите тут деваться некуда будут везде нас доставать нам надо ее теперь располосовать поперчим это мы откладываем в стороночку филюшки наши раз филе убираем наши следующие филюшки и так ребят готовим соус чеснок мелко через терку имбирь кусочек имбиря и лимон выжимаем ребят соевый соус нужен но грамм наверно около ста вот так теперь все это перемешаем и добавим маслица чуть-чуть ну где-то две столовые ложки подсолнечного масла перемешиваем ребят еще соли надо добавить немножко нашу субстанцию но у меня едированная соль тут имеется вот получается такой соус которым мы будем обрабатывать все сначала мы обмажем нашу решеточку маслом чтоб рыба не пригорала а потом будем макать кисточкой вот такой нашу рыбу обрабатывать и по мере жарки она будет напитываться этим соусом смотрим дальше ну ребят очень вкусно первую пор порцию мы уже съели это вторая порция великолепно всем советую попробуйте пальчики оближете ну все ребят все готово как говорится приятного аппетита вот выглядит как это вот так очень вкусно слабо видно уже наверное дали он вот подписывайтесь на канал пробуйте блюдо подпишитесь кто попробовал приготовил кому понравилось или кто-то что-то изменил бы все ребят всем пока и 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